просто сидеть будем молчать блять и да раз дым капли ты гандон или как-то и да блять всех приветствуем друзья сегодня у нас флинт в гостях в который раз сегодня мы поговорим про бои которых он участвовал вообще поговорим про него чтобы больше вам рассказать ну в пределах разумного я все прекрасно понимаю чтобы вы с ним познакомились поскольку очень много вопросов у флинта есть свой telegram канал и ему одни и те же вопросы постоянно задают или же когда мы вместе там какие-то стримы проводим или общаемся постоянно спрашивают вот флинт 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 то такое большинство скорее всего вы знаете кто это но чтобы более обширно показать и рассказать вам что это за человек было решено снять это видео полк называть не будем или армия 58 то есть один из полков 58 армии давай самого начала значит вот как началась специальная военная операция где-то ее встретил и как бы как это все для тебя приход проходила началась она как всем уже известно 24 февраля того года для нас она началась еще 23 числа 23 февраля когда мы из так сказать района там где проводили учения выдвинулись в район сосредоточения сил наших где уже начали получать до получать бк ну и все элементы которые необходимы были для того чтобы принимать участие данной спецоперации 24 числа рано утром наша артиллерия начала отрабатывать по границе и после того как артиллерия отработала мы загрузились на технику и поехали поехали заходили мы говорить тоже место не буду откуда заходили чтобы не раскрывать чтобы нас потом так сказать органы никакие ничего нам а то тогда то есть мы по порядочку как бы смотри вот ты сказал про артиллерию очень много людей говорит о том что российская армия значит била по специально гражданским населенным пунктам самых первых дней вот скажи пожалуйста вот артиллерия когда не было такого такого не было кто это говорит тот материст можно на материст тот жесткий пиздобол потому что почему сначала спец специальные операции наша артиллерия долбила вот именно поначалу долбила только по границе перед заходом далее нам вообще поставили как задачу без единого выстрела вообще вот мы у нас дача была мелитополь без единого выстрела то есть нас не было задачи прийти и разъебать город если посмотреть вот сейчас сам город мелитополь то сначала в специальной военной операции если его посмотреть то в нем вообще не было никаких практических разрушений в разрушении были минимальные вообще то есть город остался полностью цел это уже после того украинская армия начала уже туда долбить потому что там специально находилась наша армия российская да это очень важный момент потому что люди думают что значит это российская армия то есть мы до пришли начали обстреливать города начали обстреливать села начали обстрелить там разные населенные пункты и так далее а по факту это уже делала как раз таки страна партия потому что я вот и рассказываю мы когда заходили мы ехали через села через села все села были целы люди выходили большинство людей нас встречали некоторые даже с флагами российскими уже выходили где они на них на тот момент взяли я не знаю где они купили но выходили с российскими флагами встречали так сказать выражали своим видом то что они рады тому что мы пришли минимальная часть только людей как-то выражала свой негатив там показывали пальцы там ну и кричали вслед типа мол зачем вы сюда пришли вообще минимальное количество людей в основном это были люди которые ну радовались тому что мы пришли видать их за все это время правительство вот этого украинского режима им надоело так жить просто ну они жили на самом деле в нищете нищете понятное дело сейчас еще так как проходит специальная военная операция мало что восстановлено но на данный момент я хочу вам сказать что вот по дороге если с крыма мелитополь ехать дорогу дорогу уже восстанавливают как бы наше правительство уже восстанавливают дорогу то есть дорога там прям пушка то есть ну все делают уже при том что специальная военная операция закончилась уже все делают строят и стараются отстраивать но украинская армия мешает ну давай об этих моментах на самом деле то наша аудитория это все прекрасно знает ну адекватная аудитория которая знает что наши вооруженные силы но никогда не позволяли себе подобных вещей как там уничтожение целенаправленно людей уничтожение домов сел и так далее то есть это мы так немного отошли от темы то есть ваша задача была то есть первоначальная задача до нас было взять как взять зайти в город мелитополь и потом уже после этого нам уже начали ставить следующий следующий задач приехали городу нас так как мы подъехали нас вообще никто не встречал никакого воздействия противника и вообще ничего не было то что как я понял противник просто бегством убежал съебался не знаю как это назвать ну то есть под подходу городу нас вообще никто не встречал только уже на утро на утро украинские танки начали активно так так сказать оказывается противление без пехоты чисто танки и артиллерия их начала по нам популивать ну и в принципе без всяких то как сказать без таких прям жестких кровопролитных прям жестких кровопролитных боев в городе меритополь не было да были столкновения стычки но сильно жестких не было то есть какого-то локальных да 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 прям как мариуполь там какой-нибудь или овдеев к или то же самое как работе на сейчас ну не такого не было то есть воздействие противника никакого не было потому что на тот момент как ты сейчас до себя делаю выводы противник ну не был еще настолько обеспечен настолько обеспечен средствами артиллерии там беспилотными летательными аппаратами насколько он сейчас этим обеспечить то есть как вы получается вернули мелитополь как дальше то есть какие перед вами ставили задачи там куда под какие направления то есть если опять же можно афишировать но я уже время то прошло достаточно ну следующие у нас задачи были это следующие населенные пункты то есть ну мы заходили вглубь запорожской области для того чтобы войска противника подальше отбросить первые такое прям столкновение ну это же я не назову это как скорее всего была засада противника мы передвигались уже выезжали из мелитополя получается двигались уже в другую точку обозначены куда нужно было прийти и противник там на ж.д. путях как мы переезжали колонны ехали сделали засаду это засада была по тупому без каких-то противотанковых средств ну против против средств бронированной техники то есть они чисто по стрелушками из дома по нам открывали огонь но соответственно это дом был быстро разобран для того чтобы противник там и остался после этого мы тоже продолжили свое движение но весь этот день был насыщен получается это уже было 26 весь день был насыщен так сказать то что мы передвигались колонной и постоянно то слева то справа происходило огневое воздействие противника просто я как заметил по дороге едешь справа слева посадки и в каждой посадке ну то есть они готовились к этому каждый в каждой посадке были окопы до стрельбы лежат для стрельбы с колена то есть одиночные не соединенные трошей одиночные посадки бросали они свою технику бросали людей бросали просто на произвол брали пленных они говорят нас просто сказали стойте здесь и сами уехали то есть ну командиры их бросали находили списки их личного состава то есть он находили техника бмп довольно таки новые были танки т-7 из т-7 из 2 тоже довольно таки новые как бы ну мы их не брали у нас еще своей техники хватало прям вполне и подвигались дальше как бы село за селом село за селом и получается от самого мельтополя до середины марта до середины марта мы уже дошли практически до угли дара пять километров оставалось до угли дара весь этот путь как бы мы спокойно преодолевали там уничтожая противника в селах противник нам оказывал воздействие но не такое прям сильное чтобы разбить наш полк просто в двигался прям как как мины трал грубо говоря надевал вообще все нас нас так и называли там по первой на этих украинских телеканалов там блин полк бульдозер там вот так вот называли короче как то так да а потом вот как получается вы попали то есть под запорож на запорожское направление непосредственно вот работе на и так далее сначала мы после того как мы дошли до угли дара там уже противник вот именно в этом селе там перед угли даром нам оказал уже непосредственно такое прям как сказать спротивление да это будет нарезаться оказался противление где мы уже понесли такие ну достаточно большие потери потом нас отвели в тыловой район переформировали у нас отправили на запорожскую область это не с ней работе на но где пологе короче есть там город пологе отправили туда там мы тоже выполняли задачи уже позиционной обороне находясь выполняли задача возьмем за ебал этот дым ебаный мне прям в ебало летит блять я не могу на ебаного так вот дулю крутишь горишь дым дым я масло не ем на сейчас так на чем остановись забыл на хуй ну а на том что мы передвинули запорожскую область в район пологе пологов там выполняли задачи ну соответственно чё про них рассказывает вуди удерживали села удерживали свои позиции уже не находясь позиционной обороне так сказать далее нас отправили опять на донецкую область донецкую область это непосредственно маленькая но михайловка там мы выполняли задачи свои также позиционной обороне потом я получил ранение первое это первое ранее скажи пожалуйста потому что об этом мало кто знает все знают около вот про тот самый бой о котором мы чуть попозже как бы поговорим давайте сначала вот да про первое ранее получил первое ранение ну как также минометный обстрел как и как и как у всех всегда ничего такого интересного ничего такого жесткого не было как бы про свои травмы тоже думаю рассказывать смысл они подсказывают получил первое ранение на некоторое время выбыл из строя выбыл из строя находился на излечении пока ждал операцию пока ждал операцию мы с риром решили ну подождем там на и своего привет ебать 1 закончил так друзья у нас здесь были небольшие технические неполадки и так продолжаем остановились мы на ранении давай вот по поводу ранения в самого первого еще разом расскажи что мы не теряли нить ну там интересного серьезного минометный обстрел бахнула и пиздец получается ну там разрыв связок менисков там короче пиздец колено пришла ну и к соответственно контузия от этой хуни и то есть ты убыл 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 да в госпиталь потом там лечился потом мы с риром решили пока жду операцию я ну он уже все был уже прооперирован принципе можно было ехать поедем на и своего там дождусь вызовут поеду сделаю операцию приеду обратно поехали туда соответственно у нас уже полк находился тот момент в районе работина где сейчас происходят ожесточенные бои приехали мы туда в январе в январе как всегда я опять попал на зиму блять не люблю эти зимы тогда зима в окопах это самое очко были да не люблю эти зимы пусть там зимы не как зима чтоб все мерзло было слякоть грязь постоянно у тебя ботинки в дерьме ну и соответственно позиционная оборона это траншеях там постоянно тоже грязь весь все всю дорогу грязный ничего не предвещало беды также выполняли задачи там нет нет противник подходил мы открывали по нему огневое воздействие артиллерии отрабатывали соответственно и 15 марта противник решил проверить нашу оборону вот этого то есть мы я думаю просто для первой части уже достаточно много информация вот как раз таки про вот тот самый бой мы поговорим уже в другой части то есть чтобы у вас много времени не отнимать и чтобы нам было комфортно как раз пока немного перекусим здесь вот поэтому первая часть у нас подходит концу друзья не забывайте пожалуйста ссылка будет на канал флинта в телеграме в описании на мой канал тоже будет в описании переходите подписывайтесь задавайте вопросы участвуйте там разговоров в нашем сообществе то есть уже очень много людей мы по возможности опять же стараемся как бы отвечать на все ваши вопросы поэтому как так обязательно подписывайтесь по ссылкам в описании на наш телеграм-канал но youtube обязательно и до следующей встречи а